Здравствуйте! 20 января, как всегда по вторникам, состоялось плановое оперативное совещание председателей комитетов и руководителей муниципальных служб города. В начале глава администрации муниципального образования город Десногорск Вячеслав Владимирович Сидунков вручил почетную грамоту Ольге Гулинской. За добросовестное, крутое, высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей и большой личный вклад в развитие городской журналистики в связи с празднованием Дня российской печати, почетной грамотой главы администрации хотел бы наградить Ольгу Сергеевну Гулинскую. Затем заместитель главы администрации муниципального образования город Десногорск Сергей Валентинович Тойщев объявил о заседании санитарной комиссии, которая соберется для решения вопросов профилактики бешенства и проведению карантинных мероприятий на территории города. На прошлой неделе, на четверг, на пятницу, в шестом микрорайоне, в районе коттеджей, который расположен возле ритуала, была уничтожена леса. Таборатурные исследования показали бешенство. Информации о том, что покусало кого-то, нет. Слава Богу, пока нет. Но эта леса могла контактировать с домашними животными, поэтому ветеринарная станция проводит прививки домашних животных по вторникам и пятницам. А вот жители шестого микрорайона, которые, наверное, должны посмотреть внимательно на этот вопрос. Хочу немножко успокоить жителей города насчет той информации, которая поступила якобы о закрытии нашей ветеринарной станции. Глава администрации нам звонили, приходили. Действительно, у них проводятся внутриведомственные реаграниционные мероприятия. Сегодня как раз туда убыла наша руководитель нашей ветеринарной станции, Анжела Юсарионовна. Но отделение остается, персонал остается, задачи и услуги, которые они оказывают в усилении, остаются. Поэтому информация о том, что они закрываются, неверная. Также важную информацию для населения предоставила заместитель главы администрации муниципального образования город Десногорск Вера Васильевна Евсюкова. Федеральным законом 23 ноября 2009 года номер 261 КЗ об энергосбережении на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке индивидуальных приборов учета энергоресурсов. В соответствии с этим законом до 1 июля 2012 года собственники были обязаны обеспечить установку этих индивидуальных приборов учета. За нарушение законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности с целью стимулирования установки индивидуальных приборов учета с 1 января 2015 года будут применяться поэтапно повышающие коэффициенты платы за коммунальные услуги. Таким образом, с 1 января 2015 года норматив потребления по холодному и горячему водоснабжению для собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных домов и жилых домов, не имеющих индивидуальных приборов учета, вырастет на 10%. И будет меняться в последующие периоды следующим образом. Вот этот норматив, 10% увеличения норматива, будет действовать по 30 июня 2015 года. С 1 июля по 31 декабря 2015 года это уже увеличение будет составлять 20%. С 1 января по 30 июня 2016 года уже коэффициент будет составлять 40%. С 1 июля по 31 декабря 2016 года 50%. И с 2017 года он составит 60%. Поэтому всем жителям, у кого до сих пор не установлены индивидуальные приборы учета, необходимо устанавливать. Коллектив медсанчасти 135 работает в штатном режиме. За минувшую неделю диспетчерский пункт скорой медицинской помощи принял 230 вызовов, в том числе 2 ДТП, которым пострадавшим окрасно медицинская помощь. В отделениях стационара пролечен 131 человек. Зарегистрировано 122 случая ОРВИ, заболевания в внимании 5. И в отделениях стационара, в акушерском отделении появилось на свет 8 новорожденных. Хочу еще ознакомить с двумя важнейшими документами, ступорщими в силу в этом году. Это распоряжение правительства Российской Федерации номер 2782Р, утверждающее новый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2015 год. В начинном перечне 608 препаратов, 67% из которых изготавливаются в России на собственных или локализованных производствах. И в него включены только лекарственные препараты с доказанной клинической эффективностью. На основе двухуровневой экспертизы. Вступает в силу с 1 марта 2015 года. И второй документ. Восстановление правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года номер 1604 о перечне медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством. Заместитель главы администрации муниципального образования города Десногорска Дмитрий Геннадьевич Александров разъяснил некоторые вопросы оплаты за капитальный ремонт. Многие жители задают вопросы, почему в новых поступивших квитанциях не учтена оплата за предыдущие месяцы. Мы поясняем, что такая ситуация сложилась в основном с теми гражданами, которые оплачивали за капитальный ремонт через почту. Дело в том, что почта не своевременно сдала реестры об оплате региональному оператору. Сдали только 12 января. То есть у регионального оператора не было информации об оплате. Сейчас в настоящий момент налаживается информационный обмен между платежными агентами. То есть что можно посоветовать жителям не нервничать. Вся оплата будет учтена. И тем, кто своевременно оплачивает за капитальный ремонт, оплачивает только за месяц. По поводу похолодания. У нас ожидается похолодание. То есть с четверга по воскресенье температура к выходным достигнет минус 14-19 градусов. Все знают ситуацию, которая произошла в Смоленске. Магистральный порыв тепловой сети. 94 дома у нас осталось без отопления. Это около 15 тысяч человек. Мы такую ситуацию не должны допустить. То есть нашим организациям ЖКХ, управляющим организациям, необходимо организовать дежурство ответственных лиц и обеспечить готовность аварийных бригад и спецтехники для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Учащиеся Десногорских школ участвуют в региональных этапах предметных олимпиад. Наши дети пока проходят с первого на второй этап. Уже есть участники по предмету физика, иностранный язык. На этой неделе также будут участвовать дети по русскому языку и по обществу знаний. А 22-го в городе Смоленске будет уже честование призеров. Это ученицы Ивановы Дарья, школа номер 4, и Марин Даниил, школа номер 3. Это дети участвовали в конкурсе, который проводился Информационным центром по атомной энергетике в городе Смоленске. И они заняли призовые места, что очень почетно для города Десногорска. И хотелось бы обратить внимание родителей, выпускников наших школ. Регулярно мы проводим олимпиады благодаря сотрудничеству со Смоленской атомной станцией, в результате которых наши дети имеют возможность получить целевые направления в профильные учреждения от Смоленской атомной станции. К сожалению, в этом году несколько изменилось положение и ситуация. И с 15 по 20 января наши дети участвовали в заочном туре этой олимпиады. И мы давали информацию по образовательным учреждениям. И теперь только в феврале месяце будет второй тур. Надеемся, что второй тур будет на базе города Десногорска. И участники второго тура олимпиады будут иметь возможность получить это целевое назначение. Ежегодное целевое назначение у нас получают более 20 выпускников. К сожалению, не все пользуются данной услугой, льготами, потому что это бюджетное. Но тем не менее, надеемся, что в этом году будут хорошие результаты этой олимпиады. И наши дети также будут иметь возможность поступить по льготным направлениям, учиться на бюджете в профильные учреждения. О состоявшихся и планируемых спортивных мероприятиях рассказал Олег Николаевич Прудников, председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму. Вчера некоторые воспитанники спортивной секции «Дюж» по лыжным гонкам уехали в базу «Чайка», которая находится при Жевальском. Это Смоленский биатлонный комплекс в составе сборной команды Смоленской области для подготовки к всероссийским соревнованиям. В прошлом году выступили наши лыжники, теперь уже биатлонисты, более чем достойно. Заняли их в составе команды и в личном призовые места во всероссийских соревнованиях. В Прижевальском есть снежные пушки, которые делают снег, есть условия для занятий. И надеемся, что с такой подготовкой наши лесногорские юные спортсмены опять докажут, что они не самые слабые в России. В ближайшие выходные, в субботу и воскресенье, в Смоленске стартует первый этап спартакиады среди муниципальных образований Смоленской области. Это шахматы и настольный теннис. Мы, естественно, принимаем участие в этих соревнованиях. В шахматах переход к Владимир примет участие, так как номер один шахматист Грищенко Сергей у нас находится сейчас на международных соревнованиях в Германии. Теннис будет закрывать Юрий Вакулов, это станция, и кандидат мастера спорта Восемкова Ольга. Она учится в магистратуре в Академии спорта. О зарегистрированных дежурной частью ОМВД России по городу Десногорску заявлениях и сообщениях доложил Олег Федорович Косов. За прошедшую неделю сообщение о заявлении в городе поступило 98, а преступление 2, раскрыто 1 преступление, ДТП с техническими повреждениями 2, телесные повреждения 10, смертение криминального характера 1, возгорание тоже произошло у нас 1, прочих заявлений и сообщений поступило 90. В составе административных протоколов всего 200, по правилам дорожного движения 135, в том числе управление транспортным средством 2, арестовано 1, мелкое хулиганство 1, антиалкогольные статьи 5, запрет курения 26, нарушение правил дорожного перехода пешеходами 32, исполнение обязанностей по воспитанию детей 1, преступление террористической направленности не допущено, не выявлено. Значит, преступление, которое у нас было совершено, поджог от этого одного средства, раскрыто. В настоящее время человек задержан, находится в УВС. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok